Столлия стала учебной площадкой для турских студентов-медиков. Еще при строительстве здания в отдельном крыле заложили проект учебных помещений. Сейчас там расположена кафедра кушерства и гинекологии. Ежегодно обучение по этому направлению проходит более 600 будущих врачей. Теперь занятия для них организованы в самом центре. На одной из лекций побывала наша съемочная группа. В центре детский реанимационный столик для оказания неотложной помощи младенцам. Справа от него аппарат ИВЛ для рожениц с отсутствием дыхания. Слева аппарат УЗИ, чтобы наблюдать за ребенком до родов. Этот родильный бокс Тульского перинатального центра оснащен по последнему слову техники и позволяет принимать роды повышенной сложности. О возможностях медицинского оборудования будущим медикам рассказывают в Тульском областном перинатальном центре. Он стал учебной площадкой. Но сюда, в родильный блок, на настоящие роды, студенты попадут только когда пройдут специальный курс. Учебные классы организовали тоже здесь, двумя этажами выше. Очень нравится новое оборудование, при этом работа с пациентами. Видим все своими глазами. Подкрепляем практической, практикой теорию. Удобно то, что мы приезжаем сюда. Здесь находится кафедра, на ней мы занимаемся. И после занятия мы сразу можем посмотреть на практики. Кафедру акушерства и гинекологии открыли в Туле еще в 1999 году. С тех пор профильные занятия для студентов проводили на разных клинических базах, которые выделяли больницы. Изменилась ситуация в этом году после открытия перинатального центра. Еще при строительстве здания на третьем этаже в отдельном крыле заложили проект учебных помещений. Для занятий отвели 6 современных аудиторий вместимостью от 10 до 24 человек. Лекции и практические занятия там посещают студенты 4, 5 и 6 курсов. Мы можем студентам в условиях перинатального центра сразу все показать. То есть проводить продельные боксы, показать операционные, показать детскую реанимацию. Конечно, это только положительно влияет на качество образования. У нас сейчас больше возможностей гораздо для студентов. Они больше могут участвовать в работе перинатального центра. То есть работать на местах, как ординаторы, так и студенты. Также на практику к нам приходят. Конечно, возможностей гораздо больше появилось. Ежегодное обучение на кафедре акушерства и гинекологии в ТУЛГУ проходит больше 600 человек. Это студенты, аспиранты, ординаторы, для которых перинатальный центр может стать и местом будущей работы. Выпускников здесь ждут. Дарья Антошечкина, Руслан Кравченко, Первый Тульский.